Добрый день! В эфире итоговая программа «Вести неделю Кабардио-Балкария» в студии Беслан Суидимов. Начнем с главного. Демографическую ситуацию, вопрос обеспечения с жильем, проблемы здравоохранения и образования обсуждали во вторник в Доме правительства. Заседание совета по реализации приоритетных нацпроектов провел глава республики. Рассказывает Алим Хостов. Охрана, здоровье, инновационное образование, доступное и комфортное жилье, продовольственная безопасность – это тот перечень стратегически важных вопросов, для решения которых и были запущены в свое время приоритетные нацпроекты. Средств и сил уже вложено очень много, но во всех рассматриваемых сегодня сферах и отраслях у нас остается достаточно много проблем, отметил открывая заседание глава Кабардино-Балкарии. Эти вопросы касаются все еще нехватки компьютеров, учебного лабораторного оборудования, недостаточное и дорогое лекарственное обеспечение, слабая материально-техническая база лечебных учреждений, качество и срока ремонта многоквартирных домов, переселение, я говорил об этом, граждане из аварийного жилья, недоступность кредитов на открытие собственного дела. О том, что удалось сделать в 2011-м, отчитались руководители профильных министерств. Инновационное развитие АПК идет успешно, главное не справлять темпов. Все запланированное в рамках федеральных республиканских программ в сфере образования практически решено. Есть заметные сдвиги и в системе здравоохранения. Повысился показатель естественного прироста населения, повысился показатель рождаемости, снизился показатель материнской смертности и удалось на уровне 2010-го года сохранить показатели общей смертности и показатели младенческой смертности. Одним из самых сложных не только в республике, но и в стране остается нацпроект «Жилище». Проблема обеспечения жильем населения по-прежнему стоит достаточно остро. Несмотря на то, что средняя обеспеченность жильем одного жителя республики ежегодно растет, она продолжает оставаться значительно ниже среднероссийского уровня. В настоящее время на одного жителя республики приходится 18 квадратный метр общей площади против 23 метров общероссийского значения. Больше всего обращений и нареканий жителей поступает именно по жилищному вопросу, констатировал Арсен Коноков. И одна из самых болевых точек – общежитие. Здесь мы почти не сдвинулись с места, подчеркнул глава республики и дал правительству поручение обеспечить программу расселения граждан реальными деньгами. Ту программу, которую мы принимали, программу переселения из общежития, которую имеем, ее надо переформатировать и положить именно в практическую плоскость с обеспечением защищенными деньгами, которую мы будем людей переселять по определенной схеме. Подводя итоги заседания, Арсен Коноков отметил, что нужно расставить акценты таким образом, чтобы каждый вложенный рубль работал на повышение качества жизни жителей республики. Алим Хостов, Сафар Гириев, Анатолий Дерико. Вести недели. Кабардино-Балкария. В среду в Москве в Патриарше и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всеаруси Кирилла с главами Кабардино-Балкария Арсеном Коноковым и Карачаевой Черкесии Рашидом Тимирезовым. В разговоре также принял участие епископ Пятигорский и черкесский Феофилак, сообщила пресс-служба главы республики. Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил главы республик за их деятельность по стабилизации обстановки в регионе, отметил их усилия в укреплении мира и согласия. Несмотря на проблемы, которые объективно присутствуют, конечно, меняется и жизнь людей, и снижается градус какого-то противостояния. И вот дай Бог, чтобы при участии и религиозных лидеров, и верующего народа, и руководства республики, общественности, как можно быстрее мир и покой восстается на землях Северного Кавказа. Ну и с тем, чтобы действительно уникальные возможности этого региона в полной мере служили и народам, живущим на Северном Кавказе, и всей России. Арсен Коноков, в свою очередь, выразил уверенность, что встреча со Святейшим Патриархом станет важным этапом в налаживании межнациональных и межрелигиозных отношений и пригласил его святейшество посетить южные пределы Российской Федерации. И в Карачао-Чекесе, и в Кабаринобалкарии строятся православные храмы, и мы очень стараемся уделять максимум внимания для тех, кто... Особенно для православных, в связи с тем, что вы знаете с 90-х годов, что на Северной Осетии, Кабаринобалкарии, Карачао-Чекесе, где в большей степени практически стали жить православные, У нас порядка 20 тысяч человек живет на территории Кабаринобалкарии, и для нас самое главное, чтобы они жили и чувствовали себя защищенными на территории республик. И, конечно, для развития республик очень важно, что эта часть населения, она должна чувствовать, в первую очередь, законность. В ходе беседы глава КБР высоко оценил деятельность православных иерархов на Северном Кавказе. Они делают все, что от них зависит, поэтому мы хотим поблагодарить вас за ту миссию, которую они несут у нас в республиках, заключил Арсен Коноков. Молодежная палата в четверг отчиталась перед старшими коллегами из парламента КБР. Об итогах двухлетней работы доложил ее председатель Аслан Шипшев. Идея создания молодежных дублеров парламента и правительства принадлежит главе КБР Арсену Конокову. То, что задумка оказалась удачной, сегодня очевидно всем. Эти организации стали своего рода политической школой подрастающих управленческих кадров. Молодежный парламент участвовал в обсуждении ряда законопроектов во всенародном голосовании Праймерис. Свою лепту внесли также в изменение федерального закона о здравоохранении. Кроме того, на счету дублеров, законотворцев, организация молодежного форума. Я считаю, что со своей главной задачей молодежный парламент второго созыва справился. А именно, поднять на качественно иной уровень имидж молодежного парламента в первую очередь в глазах наших сограждан, молодых людей и людей старшего поколения. Вы не на бумаге, а на деле доказали свою дееспособность, отметил спикер парламента Аннуар Чеченов. Теперь главное не избавлять темп. В планах председателя законодательного собрания увеличить количество депутатов-дублеров до 70. Желающих вступить в молодежную палату сегодня 5 человек на место. Аслан Шипшев, в свою очередь, предложил принимать и самовыдвиженцев. Вопрос требует тщательного рассмотрения, убеждены старшие коллеги. Новый третий созыв молодежного парламента уже будет на 10 человек больше. В Министерстве внутренних дел России прошла на этой неделе видеоконференция. В режиме онлайн в ней участвовали и полицейские Кабажни в Балкарии. Основные вопросы, вынесенные на обсуждение, касались укрепления законности, повышения служебной дисциплины и улучшения морально-психологического климата. На последнем руководитель федерального ведомства Рашид Нургалиев остановился более подробно. В настоящее время участились в случае чрезвычайной ситуации с участием сотрудников правоохранительных органов. Министерство внимательно следит за общественным мнением, особенно за нареканиями и упреками в адрес полицейских. С одной стороны, это позволяет нам своевременно выявлять имеющиеся проблемы. С другой, мы должны понимать, что на складывающем информационном фоне есть и проблемы, которые исходят в форме наветов, клеветы, лжи, которые порочат честь и достоинство офицера. Закон для всех, неотвратимость наказания, восстановление справедливости тех, кто это совершил, должно быть безупречно и беспрекословно выполняться. Жалобы проверять тщательно, на наветы реагировать адекватно потребовал министр. МВД едва ли не единственная в России, чьи сотрудники воюют в мирное время, добавил Нургалиев. Только в прошлом году, защищая жизни невинных людей, погибли 322 полицейских. Честность, порядочность и ответственность по-прежнему должны оставаться основными критериями при отборе на службу. В региональных ведомствах утверждены программы с предписаниями на сотрудника каждого подразделения, чтобы улучшить дисциплину и укрепить морально-психологический климат в системе МВД. И на этой неделе состоялось очередное заседание правительства Кабардино-Балкарии. В повестке дня, наряду с традиционными вопросами социально-академического характера, был рассмотрен целый блок документов, касающийся молодежной и культурной тематики. В начале заседания премьер Иван Гертер представил кабинету министров советника председателя правительства Кабардино-Балкарии Фатима Тамшокову и поздравил ее с назначением. Республиканское управление МЧС проинформировало о начале комплексной ведомственной проверки в выполнении требований законодательства в области гражданской обороны предупреждения МЧС обеспечения пожарной безопасности. Студентам-сирийцам, обучающимся в КБР, будет оказана материальная помощь. Проект соответствующего постановления представил Минфин. Обсуждены также вопросы строительного комплекса, дорожного хозяйства, образования, создания казенных учреждений культуры и здравоохранения, развития архивной службы. Принято распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных предстоящему 67-летию Победы и юбилейным торжествам по случаю 55-летия телевидения и 85-летия радио Кабардино-Балкарии. Утверждены документы по обеспечению участия республиканских делегаций в работе молодежных форумов «Сельгер» и «Машок», а также о проведении в апреле этого года межрегионального семинара для молодых добровольцев «Технология добра». Далее в нашей программе. Косуслуги быстро, комфортно и без очереди в Нальчике торжественно открыли многофункциональный центр. Законная торговля их не привлекает, незаконная не пугает. Как власти столицы республики намерены бороться со стихийными рынками? Пути решения проблемы искали на совещании в городадминистрации. Шутят на разных языках, смеются все одинаково. Кавказ, самые дружные люди, все знакомые лица. В ГКЗ прошел вечер юмора имени Али Тухужева. После короткой рекламы мы продолжим знакомить вас с главными событиями уходящей недели. Оставайтесь на телеканале России. В эфире итоговая программа «Вести неделю Кабардино-Балкария». Мы продолжаем. Получение справок и документов отныне для жителей республики не проблема. В Нальчике в пятницу открылся многофункциональный центр. Он будет работать по принципу одного окна. Что это такое и какие возможности предоставляют современные технологии, специалисты центра рассказали высоким гостям. Слово Наталья Булат. Госуслуги максимально быстро, комфортно и в режиме одного окна. Сегодня для всех жителей нашей республики это стало реальностью. Многофункциональный центр, задуманный пять лет назад, как продолжение административной реформы по повышению открытости работы министерств и ведомств, сегодня начал свою работу. На торжественном открытии присутствовал почти весь кабинет министров и депутатов парламента. Если брать по примеру, что вот даже мы, наши родители, наши бабушки, для того, чтобы сделать один документ, простаивали десятки очередей, чтобы один документ получить. Сегодня вот этот центр предназначен для того, чтобы зашел, подал заявление, получил сразу конечный документ. Я хотел бы пожелать этому центру процветания во благо наших граждан. И она, чтобы гражданам, в злах и удовлетворения от работы этого центра. Медицина, культура, образование, семья, труд, пенсия, бизнес – 93 услуги, затрагивающие практически все сферы жизнедеятельности. И чтобы получить их, надо предоставить минимум документов, которые есть у каждого гражданина. Как именно это будет работать, премьер-министр допытывался у сотрудников скрупулезно. Пришел, написал заявление, старый паспорт сдав. Мы напишем за вас заявление, мы заплатим за вас госпошлину, мы получим для вас талон электронной очереди. Вам надо прийти только с паспортом и с фотографией. Услуги по-прежнему будут оказывать ответственные за них ведомства МФЦ. Избавляет граждан от необходимости обращаться в эти органы лично, благодаря особой программе «Судьбу заявления». Каждый может проследить в режиме онлайн, чтобы клиенты всегда точно знали, где и на какой стадии стопорится нужный документ. У нас устройства самообслуживания предусмотрены. Эти два терминала информационный характер носит. Здесь можно ознакомиться с информацией об органах государственной власти, посмотреть портал госуслуг, к примеру. То есть свободный доступ в интернет до граждан. Получение услуг по интернету, сидя за своим компьютером, сегодня не редкость. В МФЦ решили пойти еще дальше. Пообщаться со специалистами центра можно и по скайпу. МФЦ, Наталья, здравствуйте. Что особенно важно, здесь смогут получать услуги и люди с ограниченными возможностями, отметили собравшиеся. Все должно быть не только оперативно и качественно, но и по принципу клиент всегда прав. В ближайшее время подобные центры планируется открыть и во всех районах республики. Наталья Булат, Альберт Корцаев, Асламур Захандоха. Вести недели, Кабардино-Балкария. Стихийная торговля снова в центре внимания. Городские власти не раз пытались найти решение проблемы. На площади Абхазия организованы ярмарки выходного дня. Есть договоренность с администрациями рынков. Но проблема все еще остается. Варианты ее решения стали предметом обсуждения на очередном засовещании в мэрии Нальчика. Продолжит наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. В стихийной рынке не утихающая головная боль нальчикских властей. Зима, лето, межсезонье значения не имеет. Нелегальные торговцы отстаивают свои места под солнцем с завидным упорством. А ряды все ближе продвигаются к проспекту Ленина. Рейды по их зачистке долгосрочного эффекта не дают. В администрации города сетуют ни полицию, ни ветеринарные или санитарные службы. Эта проблема не заботит. Ссылаясь на какие-то законы, непонятные законы, человек нарушает, а вы там с земли торгуете, птицей, мясом, чем угодно. А вы сидите, молчите и говорите, наша хата краю, мы зайдем вам внутрь рынка и там будем проверять. А вот то, что на улице торгуют, это не наше дело. Эти кадры были отсняты сегодня утром продавцов заметно меньше, чем обычно. Но некоторые все же стойко несут свою торговую вахту. Воздействовать на них можно только административным штрафом до 2,5 тысяч рублей. Понятно, что сумма эта для нелегального коммерсанта незначительная. Только в этом году было выписано и направлено в администрацию города более 200 протоколов. Сотрудник полиции, именно закрепленный за этим участком, допустим, он может находиться здесь, но то же самое. Максимум, что он может сделать, это составить административный протокол, который здесь на комиссии рассматривают. И все, дальнейшие действия на этом у него заканчиваются. И как он только с места, с участка уходит на вызова куда-то, эти женщины опять садятся и начинают торговать. У каждого торговца свои отговорки. Работать негде, пенсия маленькая, детей кормить нечем. Администрации рынков утверждают, что готовы предоставить места даже бесплатно, внутри торговых комплексов. Однако по проходимости обмен неравноценный. Стихийная торговля вызывает справедливое измущение организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих торговлю на законных основаниях, на территории рынков и в стационарных торговых объектах. Количество торгующих в отдельные дни досягает 200 и более человек, что говорит о суммах недопоступлений в бюджет города Мальчика. Но это не главная проблема. Из-за несанкционированных торговых точек постоянные заторы возле рынка стали явлением обыденным. После уличных коммерсантов остаются горы мусора, за вывоз которых никто не платит. Участники совещания пришли к выводу, что необходимо создать отдельную комиссию, в которую будут входить все заинтересованные лица из числа правоохранительных органов и администрации, Нальчика и торговых комплексов. Альберт Корцаева, Сламурзах Антохов, Вести недели, Кабардино-Балкария. Прокуратура Кабардино-Балкарии добилась сокращения суммы долга по заработной плате перед работниками Нальчик-Автобус-Транца. В ходе проверки была выявлена скрытая от официальной статистики задолженность по оплате труда перед работниками предприятия в сумме 4 миллиона 700 тысяч рублей. Напомню, в начале января этого года водители и технический персонал Нальчик-Автобус-Транца отказались выходить на городские и междугородние маршруты. Работники предприятия требовали полной выплаты задолженности по заработной плате и увольнения директора. Забастовка продолжалась две недели. Факт нарушения трудовых прав граждан прокуратуры был установлен. По направленным прокуратурой города материалам следственные органы на сегодняшний день возбуждено уголовное дело также в отношении директора этого предприятия по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев и за мной личной корыстной заинтересованности. Следствие находится, уголовное дело находится в таде предварительного расследования. На сегодняшний день мерами прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед работниками Нальчик-Автобус-Транца практически ликвидирована. Осталось выплатить около 350 тысяч рублей. В Кабарном Волкаре продолжается декларационная кампания. Кому надлежит подать документы о доходах, в каком виде и в чем отличие нынешней кампании от прошлогодних? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на встрече руководства управления Федеральной налоговой службы России по КБР с журналистами. Рассказывает Жанна Гуляева. Индивидуальные предприниматели, нотариусы и физические лица, которые в течение года занимались продажей объектов недвижимости или авто. Это для них сейчас горячая пора, отметили на пресс-конференции. Предоставить информацию о доходах за прошлый год эти налогоплательщики могут вплоть до 2 мая. Местные отделения у ФНС готовы ответить на все возникающие вопросы. Специально для удобства своих клиентов ведомство пересмотрело график работы специалистов. Информация есть и на официальном сайте. Сама форма декларации в связи с тем, чтобы нею многостранить, иногда налогоплательщики обладают. Во-первых, хочу сказать, мне необходимости гражданину заполнять всю эту декларацию. Тот раздел, который ему касается, только тот раздел, он заполнил и сказ. 20-21 апреля служба проводит День открытых дверей. Консультанты ответят на любые вопросы и помогут заполнить налоговую декларацию. На самом брифинге разговор вышел далеко за рамки кампании. Не секрет, что жителям часто приходят уведомления о наличии задолженности, скажем, по транспортному налогу, а хозяин с машиной расстался несколько лет назад. Чтобы таких инцидентов больше не было, налоговая служба республики провела сверку баз данных с остальными федеральными ведомствами. Более того, упростила порядок уплаты некоторых налогов. До сих пор были разные сроки уплаты транспортного налога, семейного налога на имущество, физическое лицо, и граждане получали массу этих документов. Сегодня в одном налоге указывают о том, что у вас вот такие налоги земельные в таком размере, налог на имущество, физическое лицо, в таком размере и транспортные. Чтобы избежать неточностей в дальнейшем, на обратной стороне бланка отныне будет печататься анкета с предложением, указать, которая из сумм лишняя. Что касается тех, кто покупал недвижимость, платил за обучение или лечение, они также имеют право в течение года подать заявление, но уже на возврат 13% налога на доходы физических лиц. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Адмир Сабанчев, Вести недели, Кабардино-Балкария. В республике группа энтузиастов занялась восстановлением популяции фазанов. В Урванском районе они создали специализированные воспроизводственные хозяйства. Опыт организации фазанарии позаимствовали у венгров. Насколько работникам уникальной для Кабардино-Балкарии птицефермы удается справиться с поставленной задачей, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Когда-то фазан водился на территории республики в Изабелии. Сегодня численная страйская птица подошла в Кабардино-Балкарии к критическому уровню. Чтобы хоть как-то восстановить популяцию фазанов, республиканское общество охраны природы объявило участки, где они еще есть, заказниками или охотничьими хозяйствами. Но в Урванском районе рассчитывать только на охранные меры не стали и решили фазанов разводить. Сегодня существует более 20 видов фазана. Один только обыкновенный вид, имеет 34 подвида. Есть алмазные, серебряные, королевские. И каждый вид хорош по-своему. Этих чудных птиц здесь начали выращивать по специальной инкубационной технологии всего два года назад. По достижению взрослого возраста их выпускают на волю здесь, на гедукские просторы. Идея открытых гедука фазанарий принадлежит имбулату Иркенову. Два года назад сюда пригласили специалистов из Венгрии, которые поделились секретами разведения этой ставшей экзотической дичей. И, похоже, старания группы энтузиастов не пропали даром. Сейчас здесь маточные поголовья фазанов составляют тысячи штук. Мы уже выпустили на волю свыше двух тысяч особей. В дальнейшем, на следующий месяц мы планируем закладку, опять-таки, яиц. Это в порядке четырех тысяч. За сезон планируем вот таких три закладки. Судьбу своих подопечных, отправленных в вольный полет, специалисты хозяйства отслеживают постоянно. В фазаньях балках, где птицы выпускают, по всему периметру выставлены кормушки. Сейчас их здесь больше 150. И результаты кропотливого труда уже видны. В окрестных селах в прошлом году появились выводки фазанят. Вот в дальнейшем, если так будет продолжаться, мы в ближайшие два-три года, думаю, сможем восполнить количество. Природное естество берет свое. Даже в клетке самцы доказывают свое преимущество. В прошлом году здесь были построены специальные вольеры по типу европейских. Есть свой инкубатор, который вмещает 4000 яиц одновременно. В этом месяце мы ожидали период атакования. И вот вы сами стали свидетелями. Вот первые яйца. В дальнейшем, недели, через две, мы уже будем их закладывать в инкубаторе. Фазан, на которого охотятся в октябре и ноябре, единственная дичь, обладающая белым мясом. Если этот уникальный проект дадутся реализовать в полной мере, то в Рочи-Шагидуке, на стыке трех районов, Баксанского, Прохлатинского и Рубанского, такующих фазанов можно увидеть не только в клетке. Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести недели, Кабардино-Балкария. Лесники бьют тревогу. Повсеместно по республике поджигают сухую траву. Из-за этого уже произошло несколько пожаров. К счастью, они были некрупными. И пока обошлось без серьезных последствий. Но несанкционированные весенние палы по-прежнему продолжаются. И огонь вплотную подступает к лесным массивам. Об опасности, которая еще не миновала, за Оргидуев. Белая речка. Догорают остатки сухой травы. Скорее всего, ее подожгли те, у кого здесь сенокосные угодья. Огонь остановился буквально в нескольких метрах от лесной чащи. Перекинься он на деревья, быть бедеем. Пожарные расчеты сюда не добрались бы. Место трудодоступное. Да и тушение лесных пожаров в их функции не входит. Если это не угрожает безопасности населения. Большинство пожар получается по вине людей, к сожалению. По вине местных жителей. Но и этот же пожар мы тушим при помощи этих же людей. Мы зазываем селу людей, просим их, а они оказывают помощь. На первый взгляд, в отличие от Центральной России или Сибири, где выгорает буквально все, у нас последствия лесных пожаров не так ужасающие. Подчеркивает Мухарбек Кучмезов. Но это на первый взгляд. Пал не перекидывается на верхушки деревьев, но он уничтожает их корневую систему. И через несколько лет, некогда, от цветущей лесной чащи ничего не останется. Она просто высохнет. До метра два-три нельзя подходить, когда леска горит. Мы тушили, это видно было, когда большое скопление. Лена сжигает. И он потихоньку, потихоньку, год за годом, она высыхает. Он поражается вредителями, болезнями, грибковыми болезнями в основном. И грибок идет и поражает. Лесной массив между Урванию и Аушигером, по словам лесников, самые пожароопасны. Тысячи гектаров редчайшего красного дуба раскинулись прямо возле федеральной трассы. Достаточно одной незатушенной сигареты или спички, и от этой красоты не останется и следа. Поэтому этот участок взят под особый контроль. Постоянно создаем полосу вдоль дороги, от Урвана, до Аушигера, постоянно пропахивает, дискует, чтобы пока вот это все зеленое листво не пошло. В 500 метрах от этого участка очередное облако дыма. Арендаторы подожгли сухую траву и ушли, не удосужившись проконтролировать ситуацию. Благо ветра не было. А вот на участке вблизи железной дороги не пронесло. Рабочие очистили от кустаников и старых деревьев свою территорию, свалили все это в кучу, развели огромный костер и просто уехали. Пострадали сотни деревьев. Дежурные расчеты на вызов прибыли. Но увидев, что пожар не угрожает селению Щитхала, ничего не предприняли. За два солнечных дня три очага пожара у нас было. Ну, приходится силами лесников тушить, ликвидировать возгорание. А так, если дальше перекинется, это очень тяжело. Каждую весну лесники вынуждены выставлять десятки постов, чтобы в случае необходимости быстро отреагировать. Но к каждому дереву сторожа не приставишь. И потому приходится уповать на сознательность граждан, пока, увы, невысокую. За уги дуэв Моя Токов. Веси недели. Кабардино-Балкария. Музей изобразительного искусства Нанчики теперь носит имя художника и педагога Андрея Ткаченко. На торжественное открытие после ремонта музея приехали представители правительства Кабардино-Балкарии во главе с премьером Иваном Гертером в пятницу. Работы учеников Ткаченко, ныне мастеров кисти, представлены в обновленных выставочных залах. Слово Ильи Кушковой. Открытие выставки в музее ИЗО сегодня собрало всех, кому не чуждо прекрасные. Актеры, музыканты, художники. Лукич, как его ласково называли ученики, был не просто преподавателем, духовным наставником, старшим товарищем, родным человеком. Это единственный на сегодняшний день преподаватель, у которого в списке его учеников два члена Российской Академии. Это человек, у которого огромное количество учеников имеют звание народных, заслуженных художников. Он учил различать невидимые глазом детали натуры и переносить их на полотно, чтобы потом зритель не видел, а чувствовал картину. Ярко выраженная душа народа, скажут сегодня собравшиеся об экспозиции. Очень тонко прописана характерная для вашей территории и природа, и удивительные характеры людей, так сказать, и так далее. Я считаю, что очень-очень интересная живопись представлена сегодня на выставке. Юрий Шубин от имени министра культуры России зачитал приветственное слово в адрес работников музея, отремонтированного, кстати, на спонсорские средства Александра Ткаченко, сына художника. От имени главы республики собравшихся приветствовал премьер-министр. Без культуры не будет ни нации, без культуры не будет ни народа. Поэтому и руководство экономики в том числе, потому что ничего будет экономить, если не будет культурного наследия республики. Поэтому Александр Ткаченко наделяет особое внимание к культурному развитию, традициям, фольклору местному и нашей истории. И особенно важно, чтобы молодое поколение приобщалось и перенимало это искусство. Искусство чувствовать мир. Елена Кушхова, Альбер Карцаев, Асламур Захандоха, Вести недели, Кабардино-Балкария. Улыбка друзей под таким названием. В ГКЗ прошел ежегодный региональный фестиваль артистов комедийного жанра имени народного артиста России Али Тухужева. Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Чергесия и, конечно, Кабардино-Балкария. Вечер юмора, ставший уже традиционным, собрал на одной сцене артистов театров республик Северного Кавказа. Шутки и актерское мастерство участников фестиваля оценила Инна Богатырева. Фестиваль начал проводить еще при жизни Али Тухужева. Достаточно редкий случай в театральной практике. Этот 20-й фестиваль совпал еще и с 95-летним юбилеем артистов. Еще одной особенностью фестиваля является то, что выступления артистов организаторы объединили в одну сюжетную линию. В качестве следующей нити выбрали сценарий культовой советской кинокомедии «Кавказская пленница». Трус, балбес и бывалый – они же артисты Кабардинского, Балкарского и Музыкального театров. Вадим Исосов, Аубик Ермезиев и Хусей Сазаев на правах хозяев ввели программу. Яркими вкраплениями в один большой спектакль стали выступления гостей. Ингушетия, к слову, рискнула представить расширенный вариант домашнего капустника. Публика отозвалась громкими аплодисментами. Побольше бы таких встреч в унисон говорили артисты. Обмен опытом и эмоциями, считают они, остается главной задачей театрального форума. Мы на каждом фестивале видим то, что делают твои коллеги из соседних регионов. Чем они дышат. Есть чему поучиться у них, может у них будет чему поучиться у нас. Труппа Черкесского драмтеатра, вдохновленной прошлогодним успехом, привезла отрывок из нового спектакля по пьесе Артура Кедокоева «Беспреданник». Тут развернулся совсем неожиданный сюжет. К матери юной и родимой сватается негр Мугамби. Исполнительница главной роли, заслуженная актриса КЧР Тезада Тутова, с Али Тухужевым была знакома лично. Она вела с ним первое фестивальное представление 20 лет назад. Даст говорят, на кладбище есть и мертвые, и живые. Он один из живых. Это сила Али Тухужев, это мощь, это, знаете, бурлящий фонтан в пустыне до сих пор. Вот хлеб-соль на Кавказе, кто поел, тот всегда гость. Он врагом никогда не бывает. И потому он, находясь на том свете, имеет такую силу, такую мощь, что до сих пор хлебом с солью нас соединяет. Среди участников были и вовсе дебютанты, для которых фестиваль стал настоящим испытанием. Султан Тимишев, молодой режиссер-постановщик из Чечни, предложил на суд зрителей отрывок из своей дипломной работы. Спектакль «Дорогая сноха». Наш театр принимает в этом фестивале впервые, мы принимаем участие впервые. Для нас это, конечно, в первую очередь, это показать себя, показать, что есть мы, русский театр в Чеченской республике. Кстати, чеченская делегация была самой многочисленной. Республику представляли сразу два коллектива – русский драмтеатр и молодежный сэрло. Но от Кабардино-Балкарии на сцену традиционно вышли артисты четырех государственных театров – кабардинского, балкарского, русского и музыкального. Инна Богатырева, Аслан Хантохов, «Вести недели» – Кабардино-Балкария. С вами была итоговая программа «Вести недели» – Кабардино-Балкария. Я Беслан Суедимов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя корреспондента нашей программы. До встречи через неделю на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова